Всем привет дорогие друзья! С вами снова Александр Плав и Кин Мотин. Мы сегодня предоставим вашему вниманию обзор бета-версии игры Uncharted 3 Drake's Deception. И при этом обращаю ваше внимание, что канал Rus Game Tactics участвует в эксклюзивном закрытом бета-тестировании этой игры. И у вас сегодня у всех появился уникальный шанс вместе с нами оценить по достоинству возможности игры, а также оценить до ее выхода официального графику. Итак, мы начинаем прохождение. Сейчас идет соединение с серверами Sony Entertainment. Значит, здесь сразу попадаем в главное меню. Оно состоит из нескольких разделов. Здесь, собственно, указан мой ник. Здесь мои друзья, которых я могу пригласить. Можно залогиниться в Facebook. И плюс еще меня могут приглашать также мои друзья к игре в кооп, либо присоединиться к уже идущему матчу. Итак, мы сразу не будем приступать к матчу. Вкратце покажу, какие возможности здесь есть. Во-первых, здесь можно изменить героя. То есть это Treasure Hunter, Охотник со сокровищем, потом сам Нейтан Дрейк и Виктор Салливан. Они все вам известны по моему прохождению второй части Uncharted. Ну, мы будем играть за Нейтана. Самый узнаваемый образ. Здесь у нас из злодеев доступен только пират. Значит, также последующая кастомизация касается движений. То есть можно использовать такие движения после убийства врагов. Так. И, в общем-то, разнообразные эмблемы. Можно менять как вид эмблемы. Вот здесь вы это видите. Так и ее цвет. Вот. Но оставляем то, что есть. Эта эмблема уже кастомизированная, не дефолтная. И мы сейчас можем уже приступить, наверное, к самому матчу. Начнем мы с командного матча на выживание. Поехали. Итак, в принципе, мы уже нашли всех игроков, которые будут участвовать с нами в командном матче. Цифра означает уровень, до которого развит персонаж. Уровень зарабатывается убийствами и другими действиями, связанными с игрой в сетевом режиме. Итак, у нас есть голосовалка здесь. Две карты на выбор. Эрстрип и шато. Ну, я проголосую за шато. Мне она, честно говоря, больше нравится. Но мы, понятное дело, начинаем с эрстрипа. Значит, я могу здесь выбрать себе Explosive Expert. Это дополнительная опция, которая позволяет мне иметь дополнительный слот для гранаты. Так, Дима? Все верно, все верно. Так, значит, меня определили в зеленую команду. Мы играем против красных. Смотри, какой мужик красный. Я, если честно, сейчас немножко уснул, поэтому ты меня застал врасплох. Да. В ожидании геймплея. Да, то есть ты хотел это... Смотреть. Так, ну что, это такая достаточно комплексная карта. Сейчас у нас не основная карта. Сейчас мы находимся в самолете. Нам нужно отбиться от врагов. Значит, мы играем за героев. И нам противостоят так называемые злодеи. Они могут здесь странным ходом заходить. Так. Здравствуйте, меня. Да, первая кровь в этой игре. Так. Нужно быть максимально осторожным, потому что... Эти враги так и норовятся со всех сторон на нас напасть. Но, блин, на самом деле, лучше, если я буду находиться в самолете. Кстати, один злодей в другого злодея подорвал. Так, что же. Напомню, что игра выходит в тайси. Когда-то 20-го 2-го приобряда пить, конечно, нахуда. Ну, а бета-тестинг, в общем-то, сейчас. Достаточно долгий период. Будет иметь место между бета-тестингом и с самим выходом игры. Вот. Ничего страшного нет. Кстати, если не ошибаюсь, я в прошлой бета-тесте здесь, кстати, можно ударить вот так вот раз. Вот. И я его руками, так сказать, завалил. Ага, если бы сейчас у меня патрон закончится, я начну сгулять. Вот так вот. Вот, переслежаемся. Так, бой у меня как-то хорошо. Мне, собственно, некуда было отступляться, потому что очень ограниченное пространство здесь. Ну что же, вторая часть карты. У нас самолет взлетел. Мы сейчас переземлемся на авиабазе. И наш бой с противником продолжится уже здесь. Ну, и здесь намного все интереснее, чем в самолете. Потому что в самолете достаточно однообразно. Справа слева машина. И борьба основная с фюзеляжем. Так. Здесь где-то есть дефолтные места, где лежат... Ой! Ребята, это гранатомет. Ай-яй-яй. Не успел его использовать, к сожалению. Главное, чтобы никто из злодеев его не успел подобрать. Респониться можно как... Респон он бадди. Где-то вот прям за этим человеком, который только что после моей смерти появился. А также можно респониться отдельно в восстановленной точке. Ну что ж, продолжаем искать врага. Кстати, по ходу мультиплеера есть мини-игра. Появляется VIP. Которого, ну, как с нашей стороны, с стороны героев.